В день памяти пророка Ильи митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в Ильинском храме, известном в Петербурге как храм на пороховых. Еще в начале XVIII века мастеровые пороховых заводов, построенных здесь по указу Петра I, просили разрешить им построить храм. Так и возникла сначала деревянная, а потом и каменная церковь святого пророка Божия Ильи. Как и множество храмов по всей России, в советское время церковь была закрыта, в 1988 ее вернули верующим, теперь это памятник архитектуры федерального значения, но прежде всего это Дом Божий, в котором всегда звучит молитва. В престольный праздник храма вместе с правящим архиереем, митрополитом Варсенофием, настоятельным храма, протереем Александром Будниковым, священниками и гостями Ильинской церкви, молились прихожане, многие из которых восстанавливали храм своими руками. Было совершено славление перед иконой святого пророка Ильи. Владыка Варсенофий поздравил прихожан и священников с 35-летием со дня освящения. Храм, посвященный великомученику пророку Божьему Ильи, и святой подает нам пример веры в истинного Бога и аскетической жизни. От нас требуется такой же аскетизм в борьбе со страстями, грехами, и благодать будет с нами всегда, сказал Владыка в проповеди. От нас требуется такой же аскетизм в борьбе со страстями, грехами, молитвами, храмами, храмами, и благодать будет с нами. Поэтому мы должны с нами поддержать нашим поколителям граммам, хотя бы в этом, в этом, в этом, в родители. Всегда все посты, храм посещать, похороняться и с Богом, все это творится, которое мы говорим отцу и сына Сободуху. Храму была подарена икона пророка Ильи.